Всем привет! Давайте сегодня рассмотрим, как делать обувь, болванки, заготовки и так далее. Поехали! Давайте откроем наш куб. Установим его. И давайте теперь нажмем поле F. Посмотрим, что здесь у нас с полигончиками. Откроем инициалайзер. И давайте уменьшим вот так. И чуть-чуть прибавим полигона. Вот так вот. И сделаем Make Polymesh. Вот такая штука у нас получилась. Давайте теперь уберем вот эту вот часть. Нажмем Ctrl-Shift. Протянем левой кнопкой мыши и нажмем Alt. Вот что у нас получилось. Теперь давайте зайдем в Display Properties и нажмем дублировать. Вот, чтобы было видно все стороны этой модели. Для чего нам это надо? Сейчас разберемся. Вот такая моделька у нас получилась. Теперь давайте загрузим текстуры. Сразу скажу, что работать можно и просто с референсами, и также с картинками несколькими. Продолжение следует... Для начала давайте загрузим подошву, вот так она выглядит, вот этими значками мы подгоняем ее, делаем немного прозрачней, вот так вот. И клавишей Z убираем наш круг и теперь давайте поработаем с моделью. Зайдем в геометрию, найдем Size и теперь вот так немножко над ней поработаем. Включим Z и давайте немножко отрегулируем подошву. Теперь что нам нужно, нам теперь нужно нажать Ctrl и выделить вот эти вот все полигоны или как их называют, оставив только одну, потому что нам сейчас надо будет все это дело вытягивать. Нажмем Move, отрегулируем вот этот инструмент и теперь нажмем Ctrl, Shift, Alt и жмем на середину, на белую и потихоньку, вот так вот вы видите, не вытягивается. Надо теперь ее чуть-чуть переделать. Отключим Move и теперь Ctrl, Shift, Alt 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 и так что-то пошло не так. Отключим референсы, картинку. Сделаем Make Polymesh и теперь повторим вот так и включим картинку Shift, Alt и опять нажмем Move. и Ctrl, Shift, Alt и все пошло у нас дело. Все, я забываю Make Polymesh включать и вот так вот потихоньку вытягиваем. Это нам нужно, чтобы сделать болванку для обуви. Кому будет удобно работать и с референсами конечно, но мне удобно так. Так, все вот мы это сделали, теперь Drive снимаем выделение и теперь выделяем всю модель и делаем одну полигруппу. Все вот это у нас есть, давайте теперь поработаем еще немножко с айзом. Так, вот где-то вот так вот и теперь переключимся на Move. Прибавим Draft Size и вот так вот будем потихоньку работать. Делайте всегда левый ботинок, потому что копирует, делает зеркалку программа слева направо, а в скульптуре справа налево. Вот это у них интересная загвоздка такая. Так, теперь вот это мы уменьшим и повторим тут с этой стороны. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая заготовка у нас получается... Можно немножко почетче сделать... Вот именно по подошве... Отключим наш референс, картинку... И вот теперь давайте поработаем над самой вот этой моделькой... Вот так мы ее отрегулируем... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего, что она будет грубоватая... Все это дело поправляется потом... Буду показывать быстро... Так что за качество извините... Так... Давайте теперь закроем вот эти вот части... Пустоты... Зайдем в геометрии... Модифить топологи... И нажмем... Делфиги... И... Клосс холлс... Все, вот мы закрыли ее... Теперь можно... Ее тут дорабатывать... Подгонять... Для чего это нужно? Это вот... Сейчас я вам покажу... Убираем поле F... И вот у нас получается... Вот такая вот болванка... Заготовочка... Для обуви... Для подошвы... Вот так она выглядит... Вот так ее можно... Подравнивать... Уменьшать... Вот тут вот так... Все... Теперь давайте... Немножко... Уменьшим ее размер... Опять же... Можно включить... По картинке... А можно просто так... Давайте я просто так пока сделаю... Зайдем в Size... И... Так... И вот так вот сделаем... Наметку... Подошву... Так... Так... Теперь давайте... Включим... The Modelier... Так... Сделаем... Опять же... Одну полигруппу... И... Теперь нам нужно... Вытянуть... Вот именно... Башмак... Чтобы его вытягивать... Давайте еще... Расскажу... Как... Допустим... У нас есть... Уже... Готовый башмак... И... Давайте... Посмотрим... На его примере... Как это все делается... Вот мы опять его подгоняем... Можно чуть побольше поставить... Так... Вот такая у нас... Подошва вышла... И... Теперь нам нужно... Пробел нажать... Нажать... Кюмеш... И нажать... Flat Island... И... Вот так мы его... Можем вытянуть... Затем мы переходим... На... На... Мов... Или... Допустим... Продолжаем также... Вытягивать... Ботинок... Вот вы видите... Большеватый... Включим... Мов... Работа... Тоже... Небыстрая. И вот теперь начинаем опять вот так вот моделировать. Потом мы это все подкорректируем, все будет нормально. Вот так вот. И опять отключим наши картинки. Вот такое неказистое что-то у нас получилось. Это не беда. Давайте драфсайз прибавим. И теперь можно вот по этим вытянутым граням вот так вот уже моделировать нашу обувь. Вот так вот. 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 Уменьшим драфсайз и вот так подошву подкорректируем. Сделаем ее более нормальной. Носочек, пяточка. Уменьшим. Уменьшим драфсайз.